Профессия педагога одна из престижных, потому что именно с нее начинается путь становления и развития каждого человека. А те, кто приходят работать с педагогом, по призванию отдает любимому делу и детям часть своей жизни и душу, достойны самых высоких наград. И таких педагогов в Ленинском районе немало. Они стоят между наукой и личностью, они эрудированы и образованы, основательно знают свой предмет. Именно такое триединство дает право учить других. Учителя Ленинского района – это люди, преданные своему делу и своим ученикам. Хочется выжить слова благодарности нашим руководителям за организацию работы, повседневной этой работы, когда победитель – это очень приятно, рутинно, оно не делается просто так. Кроме того, руководитель – это всего лишь один человек, и у него есть команда. Команда – это наши педагоги нашего района. Поэтому те учителя, которые каждый занимает свою нишу, ведет свой предмет, ведет воспитательную работу, из этого огромного пласта вырастают серьезные победители, которые действительно самые лучшие у нас в районе. Ежегодно в Ленинском районе города Бреста проводится итоговый конкурс «Педагогический Олимп». Среди учреждений образования в течение всего календарного года коллективы среднего общего и дошкольного образования в течение года проводят образцово-воспитательную педагогическую работу в разных направлениях, чтобы в итоге их труд оценили по достоинству. И здесь случайно победить не получится. Специальная комиссия выезжает по учреждениям образования Ленинского района, а их 38, для предварительного анализа той работы, которая была проведена. Подбивает все статистические данные по всем представленным показателям, а уже подсчитав, выбирается победитель. Традиционно выбирается победитель в четырех номинациях. Кадры, воспитательная работа, качество и экономика образования. Но этот год стал особенным. Теперь номинации 5 и новая звучит так – инклюзивное образование. Поскольку, скажем, у нас приоритетным в обществе и в частности в системе образования это направление является, все-таки вот инклюзивное является приоритетным направлением, мы в этом году действительно выделили эту номинацию. Что входило в номинацию? В номинацию, во-первых, входило создание условий для детей, имеющих особенности психофизического развития, создание условий для детей талантливых. Это была подготовка педагогов, воспитание инклюзивной культуры в коллективе, среди педагогов, среди детей, среди родителей. И по итогам нашей работы в течение года в данной номинации у нас победила средняя школа номер 16 и яслирсад номер 10. Примечательно то, что за 7 лет проведения конкурса некоторые из участников занимали лидирующие позиции неоднократно. Это говорит о том, что несмотря на заслуженные почетные места, всегда есть куда расти, двигаться и развиваться. Наша гимназия ежегодно принимает участие в этом конкурсе и мы были среди лидеров этого конкурса, занимали второе, третье место, а в этом году мы лидеры среди учреждений Ленинского района. Я считаю, что мы достойны этой награды. У нас очень высокие показатели в образовательной деятельности, у нас богатый опыт воспитательной работы. Основные направления, которые являются прежде всего, это гражданско-патриотическое воспитание, воспитание любви к родине, а также музыкально-эстетическое направление. Мы принимаем уже не первый раз, а несколько раз и имеем эти такие большие заслуги. За этим всем стоит очень огромный коллектив. Он добросовестный, он трудоспособный и делает для того, чтобы наши дети приходили в детский сад с великой радостью, а родители были благодарны. И поэтому мы все делаем для этого. Главный девиз конкурса «Кадры решают все, говорит сам за себя». Именно профессионалы своего дела знают, как заинтересовать ребенка и сфокусировать его внимание на учебе. Будущий педагогический олимп будет становиться масштабнее, и требования коллективам учреждений образования возрастут.